Привет всем новичкам и матерым игрокам. Пару дней назад разрабы представили нам новое оружие, которое произвело фурор среди всех игроков. В этом видео я расскажу небольшую историю данного оружия, его характеристики и каков он в деле на ближних и дальних дистанциях. Надеюсь получить твой бесценный лайк и поддержку в виде комментария. Под видео есть ссылки на группу ВК, телегу и дискорд канал. Переходи и подписывайся, будь в курсе всех дел моего канала. 14 мая 2024 года в игру Вилтолив онлайн разработчики добавили удав. Это российский самозарядный пистолет, разработанный под патрон 9,21 мм. Имеет курковый ударно-спусковой механизм двойного действия, оснащен автоматической затворной задержкой. Пистолет был разработан АО ЦНИИ ТОЧМАШ. Впервые представлен в 2016 году и предложен в качестве замены пистолета Макарова. В 2018 году прошел государственное испытание и рекомендован к принятию на вооружение. Также имеет посадочное место для прибора бесшумной и беспламенной стрельбы и увеличенный прицел. Комплектуется дополнительно фонарем и лазерным целеуказателем. Но это разрабы нашей замечательной игры пока не добавили. Напишите под видео, хочет ли наш игрок дополнительно иметь возможность крепить к нему лазерный целеуказатель или фонарь. Пистолет и патроны, а также глушитель к нему можно приобрести у торговцев в локации каньон и испытательный полигон. Цена 30 тысяч жетонов. Во внутриигровом магазине добавлен пистолет удав в змеином стиле в виде набора с глушителем и прицелом с ценой в 350 реала. Данный пистолет будет продаваться не всегда и ограниченное время. Я бы посоветовал фанатам вилки приобрести несколько наборов, чтобы поддержать разрабов. После его исчезновения в магазине цена на донатный пистолет взлетит до небес. Одной из основных целей создания нового пистолета было обеспечение уверенного поражения живой силы противника, использующей индивидуальные средства бронезащиты. Новый пистолет весит всего 780 граммов, без патронов. Емкость магазина 18 патронов. Имеет прицельную дальность стрельбы 100 метров. Может использоваться при температурах от минус 50 до плюс 70 градусов. Использует полный спектр патронов семейства 921, включая бронебойные или экспансивные пули. Но в игру добавлен только один вид 921FMG. В рецептах была добавлена возможность создания патронов 921M1. У простых патронов 921FMG урон 200-300 единиц, а у крафтовых от 250 до 350 интервал, что значительно повышает ваш урон по игрокам. Рекомендую использовать именно крафтовые патроны. В нашей игре у пистолета урон варьируется от 250 до 400 единиц, как по игрокам, так и по мобам. Бронебойность тоже изумительная, так как позволяет разбирать все классы на ближней и средней дистанции. Я даже наборовых проверил, выносит на изи, но это так, мимо проезжал. Сделал небольшой и простой тест на дальность попадания. Хоть в описании оружия и написано, эффективная дальность попадания 75 метров, я с легкостью попадаю на 100 метров. На 150, 200 метров и 250 соответственно. Я думаю, можно было и даже на 300 попадать, но на такой дистанции из пистолета мало кто будет стрелять, в принципе, с таким прицелом, тем более по движущейся живой силе противника. Средний урон при попадании на средних дистанциях варьируется в пределах 160-190 единиц. На ближней дистанции средний урон 210-230 единиц, с учетом непрокаченной ветки оружия пистолетов и в зависимости от брони противника. Нередко вылетают криты по 400 единиц. В комплекте я приобрел глушитель и прицел. Преимущество глушителя на пистолету дав в том, что он никак не понижает урон, но также и не увеличивает точность, судя по его описанию. У него есть один плюс, это скрытность и никаких минусов, на мой взгляд. А с учетом того, что смена с основного оружия на пистолет увеличили на 50%, это дает огромное преимущество на ваше выживание в стычках. Можно даже основное оружие не использовать и наслаждаться пистолетом, даже в сток формате. А прикинь, если прокачать ветку пистолетов, плюс замодать его, это имбище просто. По итогу от себя добавлю, что это лучший пистолет за всю историю вилки. Преимущество спешила только в прицеле и уроне, но он очень шумный, это во-первых, со скорострельностью у него огромные проблемы и очень долго перезаряжается. Когда ты стреляешь со спешила, все налоги знают, откуда ты стреляешь. А у DAF это стелс пистолет с шикарной скорострельностью, большим магазином и неплохим уроном. Для нейтралов по сути он не нужен, они в нем смысла не видят, а вот для фракционников, для войны это имба. Так что советую к использованию. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать видео на канале. А с вами Истрин Абурбон, не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok